Больных корью в Кустанайской области уже 18 по одному случаю в Житикаринском районе и Рудном, остальные в областном центре. Больше половины из числа заболевших это непривитые дети, либо взрослые, чей прививочный статус неизвестен. Рост заболеваемости он связан с наличием неиммунной прослойки. Если у нас есть неиммунные, непривитые лица, конечно заболевание найдет свое распространение. В период пандемии в 2020-2021 году отменялись плановые вакцинации, отменялись постановления главного государственного санитарного врача. И есть лица, которые в дальнейшем не были привиты. Лечат корь в домашних условиях, госпитализируют лишь при тяжелом течении болезни. Грозна она именно осложнениями, в числе которых энцефалит и менингит. Поэтому при появлении первых симптомов врачи рекомендуют самолечением не заниматься и обращаться за помощью. Первый симптом – это как при вирусных заболеваниях. Кашель, насморк, повышение температуры, конъюнктивит. Ну а корень можно уже подозревать, когда мама обнаружит, что у ребенка высыпание. Обычно корень у нас высыпает сверху вниз. Имеется в виду сперва лицо и постепенно она спускается вниз. Также медики настоятельно просят пациентов с симптомами кори приходить на прием только в фильтр-кабинет, либо вызывать врача на дом. В Кустанае уже есть случаи, когда в день здоровых детей мамы приводят к участковому педиатру ребенка с сыпью. Рекомендуют и не забывать о мерах защиты, следуя которым можно либо не заболеть корью совсем, либо перенести ее в легкой форме. По-прежнему самым эффективным способом защиты от кори является вакцинация, поэтому медики настоятельно рекомендуют кустанайцам привить своих детей от кори. Также пока корь продолжают регистрировать, не лишним будет ограничить число контактов и избегать места массового скопления людей, говорят врачи. Диарах Мечен, Яна Гала, РТН.